всем привет рамон перес на связи ребятка рад рад вас всех видеть ребята подключаемся привет серёга привет привет сейчас вот чата просматриваю что у нас тут было так так да серёга ты только поприветствовал меня привет тебе буду стараться со временем собственно заранее оповещать естественно вот чтобы вы были в курсе стримов и мы как-то наладим в принципе график до определенный а когда у меня будут выходить стримы чтобы все были да чтобы все успевали делали дела как говорится то есть будем над этим работать сегодня у нас такой можно сказать инди проект это санлизи кто давно подписанную на мой канал видел одно видео было да по санлизи вот достаточно атмосфера мне кажется получилось однако я потом оставил этот проект до лучших времен да и сейчас решил к нему вернуться вернуться потому что порой хочется поиграть в такие игры которые заставляют задуматься которые в принципе выходят да из контекста экшена вот они такие логические они атмосферные и здесь от каждого вашего действия будет зависеть развитие да будет зависеть то к чему вы придете то есть будет зависеть цель собственно тут суть какая мы сейчас начнем с того что выберем характер до персонажа то есть это создание капитана самое первое да и на протяжении игры мы будем набирать себе определенную команду вот команду корабля вот сверху видите да здесь пустые слоты здесь можно будет набирать своих попутчиков до которые будут давать те или иные бонусы плюсы и иметь свой характер да также у нас есть талисман вот он коматозный хорек смотрите главным образом неподвижен иногда дикий вот сердца плюс 1 это вот походу эти сердца его можно оставить в гавани на самом деле если кому-то что-то не нравится следующий момент и тут вот различные показатели у нас внизу я на самом деле все уже забыл давно играл не и поэтому этот стрим будет также вводным а вот постараюсь донести до эту сути на протяжении всего стрима и будем конечно же пользоваться подсказками обучение проходить параллельно вот здесь будут будет всплывать окно вот что из этого выйдет мы посмотрим а также вконтакте если вы не подписались подписывайтесь а вконтакте я выкладываю анонс допустим там за час за полчаса она со стриме однако вы всегда будете в курсе а событий потому что в основном до социальной системе пользуются и видят сразу обновление а так вот там я также добавляю голосование стоит ли играть стоит ли проходить именно вести стримы а выкладывать видео на канала по таким проектом по другим играм поэтому прямая связь контакт со зрителем как говорится и с подписчиками ребятки ну что приступим да я надеюсь все заварили чаек поступили также как я и готовы погрузиться в атмосферу в атмосферу новой игры для кого-то да для кого-то может быть и старый в общем поехали так создание капитана три десятилетия назад а во время правления королевы виктории лондон был украден летучими мышами и теперь же он лежит глубоко под землей это стало настоящим несчастьем для всех но для вас это открыла путь к огромной в огромный черный океан добро пожаловать в подземном море и так с английский буквально переводится как море без солнца да вот здесь полный мрак освещением является только фонарики до источниками света выберите свое прошлое решите кем бы вы были кем вы были и кем хотите быть давайте выберем да либо у нас будет прошлое окутанное туманом решите позже если вы хотите выйти в море немедленно да ну соответственно мы решим сейчас давайте нажмем окей сразу идет сохранение игры если что-то мы сможем вернуться вот так ребятки ваше здоровье так собственно вы квартируете в комнатах у слепого штурмана мы уже слепого штурмана квартируем значит окей поехали кем вы были сейчас вы капитан и принадлежите на морю но кем вы были до этого то есть мы уже часть этого мира этого мира без солнца да мы принадлежим этому миру на кем я был раньше да и вот нам предлагают выбрать несколько историй до нашу биографию дитя улиц поэт ветеран воин ветеран войны 68 молодой священник и естество испытатель естественно как естество испытатель да мы выбирая себе историю также формируем характеры ребят поэтому давайте прочитаю каждую историю и сделаю выбор возможно и вы мне поможете да итак дитя улиц вы выросли и ваша уличная банда изгнала вас вместо того чтобы перейти к более серьезным преступлениям вы отправились в море последней крупной добычи их добычи хватило на покупку корабля это путь даст вам бонуса к покровом навыку скрытности и уклонения то есть смотрите если мы дитя улица у нас будет повышена скрытность и уклонения а это важно потому что на протяжении всей игры на нашем пути на пути нашего корабля будут попадаться различные враги да это не только морские чудища это пираты и мало ли что еще что-то неведомое потому что игра наполнена мистикой и так понятно здесь мы вроде как получаем неплохие навыки до к выживанию поэт образованный с хорошей речью вы ищете морское чудо как же повезло что в наследство вам достались богатство ваш давно попав пропавший отец имел судя по всему богатого покровителя этот путь даст вам бонус к страницам навыку знания и хитрости я не знаю это плюсы или минусы но это бонус к страницам и каким страницам я пока не могу вам сказать а вот навыка знания хитрости то есть у нас такой хитрый поэт да в общем наши истории они предполагают да и рассказывают о том откуда у нас вообще лодки появились появился корабль точнее а вот и как мы сюда попали можно сказать то есть одного выгнали из банды второй получил неплохое наследство от отца и купила себе корабль третье ветеран войны 68 вы периодически можете давать обратную связь ребят в чате все нормально работает голос не отстает я надеюсь от вебки а потому что я вчера приложил все усилия чтобы сделать картинку красивой звука и плохи на неплохим да так что давайте обратную связь если какие то вопросы возникают а я пока продолжу ветеран войны 68 вы участвовали во вторжении в ад армия лондона была разбита вы выжили ваших трофеев и пенсии хватило на покупку судна а с командой и так тут мы понимаем да что трофеев хватило на покупку корабля до после определенной войны мы остались живы это даст вам бонус к железу навыку нанесения урона то есть это боевик такой прям боец я думаю если мы выбираем ветерана то нам не страшны морские чудища и различные враги которые будут нам собственно встречаться привет дак рад видеть вот собственно бонус еще к железу пока вот то что знаю говорю ребят про железо не могу ничего сказать что она нам будет давать в дальнейшем не знаю буду опираться на характер персонажа да и так молодой священник милость покинула вас на берегу и вас ничего не вас ничего не осталось анонимный благодетель помог вам встать на этот путь быть может в море вы найдете то что нужно этот путь даст вам бонуса к сердцам а навыку лечения и морали то есть такое у нас будет моральный персонаж но естественно священник у нас повысится сердца да вот они это наши жизни как я понял да вдохновение лечение защиты иногда помогает при испытаниях с ужасом а тут еще испытания будут какие-то да в которых нам помогут сердца их уровень покровы скорость скрытность обман уменьшает расстояние на котором враги могут заметить вас смотрите вот тут описание идет всех характеристик показателей здесь покровы это скрытность скорости обман окей дальше страницы вот кстати страница которых я не знаю тайны и иногда полезное знание увеличивает скорость которой вы превращаете фрагменты в секреты интересно как это взаимосвязано тут и что это нам дает думаю мы дальше узнаем видите даже они всплывают сейчас подсказки обучающие потому что это так азы мы сами наверное додумывать будем так священник и последнее естество испытатель ваши своеобразные теории о времени крови и звездах привели вас в подземье в пещеру где лежит лондон а теперь вывели в море этот путь даст вам бонуса к отражением навыку обнаружения и восприятия и так ребят ну что отражение да то есть если по нам будут то вот смотрите железо уничтожает увеличивает урон ваших атак а вот для чего нужно железо и отражение а обнаружение и восприятие чем больше вас отражение тем быстрее в бою вы можете приготовить орудие к стрельбе да а собственно неплохой навык но вот кого же выбрать ребят я сейчас подумаю и вы мне можете помочь на самом деле кого мы выберем да я озвучила сколько у нас тут получилось истории раз два три 4 5 5 историй 5 различных историй и 5 разных по своей сути капитана то есть из дитя улиц поэт ветеран войны 68 молодой священник и естество испытатель нам нужно решить и сделать единственно правильный выбор если так рассуждать что он мне больше прельщает до скрытность это дитя улиц да то есть нам даст бонус к покровам навыку скрытности уклонению то есть такое вот дитя улиц неплохой естество испытатель мне еще понравился вот к отражением но вот только у одного персонажа здесь есть какая-то цель что ли да бонус к страницам то есть этот поэт он будет наверное специализироваться по каким-то секретам но не знаю вот кого бы выбрать конечно интересно мне кажется лучше брать поэта да хотя и хотел дитя улиц вот тут хитрость навык знания и страницы вот все такое мистическое меня привлекает не знаю как пойдет ребят но выберу поэта пусть будет поэт отлично я выбрал поэта кем вы были вы капитана принадлежите под земноморью понятно выбрал поэта идем дальше мудрая душа опыт у вас есть интуиция и хитрый штурман ваш друг он немного мутный тип но похоже знает что делает в конце концов вы можете найти кого кого-то получше поговорите со штурманом чтобы узнать почему он пошел в море вы получили 25 страниц теперь у вас 50 так у нас где-то это отображается да страницы вот они у нас 50 страниц теперь у вас есть один лукавый штурман вот он давайте узнаем о нем побольше и так лукавый штурман старший помощник компетентный возможно надежный возможно все возможно и неопределенно до отражение плюс один тем не менее нам дает щелкните правой кнопкой мыши чтобы поговорить с офицером так ладно сейчас поговорим давайте почитаем еще что мы получили а вы получили 20 эхо теперь у вас 70 эхо это по ходу местная валюта да это валюта падшего лондона так вы были ищущим поэтом теперь вы капитан отлично ваш статус незнакомец закончился добро пожаловать отлично прошлое еще не определенного мы определили прошлое давайте правой кнопки нажмем так как с ним поговорить вот я нажимаю пока не разговаривать да ну ладно давайте нажмем далее итак выберите стремление отлично у нас еще раз два три четыре стремления привет привет данил рад видеть присоединяйся сразу всех предупреждаю эта игра не такая прям как арма 3 да и другие проекты в которые я играю которые мы привыкли эта игра в которой нужно думать и рассуждать ребят это история это игра история так нам нужно выбрать стремление давайте по стремлению пройдемся у нас будет целью остатки останки вашего отца то есть ваш отец пропало море вы его никогда не знали но всегда мечтали о нем найдите верните его останки в лондон чтобы хоронить его достойно итак цель найти отца помним да мы выбрали поэта поэту досталось наследство именно от отца и мы можем узнать о нем больше таким был и постараться найти его остатки реализация соберите сотни историй узнай все о море напишите шедевр уйдите в отставку отлично а соберите сотни историй да то есть мы будем перемещаться от места к месту собирая какие-то истории информацию у местных жителей наверно благосостояние вы знаете а каково это быть бедным теперь вы хотите больше большое поместье сослугами хорошую одежду быть может даже семью собственно благосостояние но тут мирские такие цели да собственно цель найти семью до осесть где-то и жить себе поживать да окей ну и заработать побольше денег следующий момент это собственное королевство создайте колонию где вы будете абсолютным правителем утопия наверное возможно вы не можете выбрать это прямо сейчас причем мы вот собственное королевство не можем выбрать потому что у нас под запретом вам надо невозможное 1 это выбрать нельзя возможно потом то есть возможно нужно пройти сначала хоть одну предыдущую до выбрать одно стремление и пройти его вот историю одну и вот тогда может быть откроется собственное королевство так что ребят давайте вот из этих трех выберем останки это будет мне кажется самым оптимальным да потому что все таки тут мы понимаем что отца он видимо не знал да ему просто досталось наследство хотя спорный вопрос вот ему досталось наследство и за счет которого он собственно сейчас на плаву держится он стал капитаном и может хоть что-то делать да в этом мире но в этом мире без солнца так соберите сотни историй тоже неплохая вот у меня прямо благосостояние меня вообще не интересует не интересует только вот эти два пути останки вашего отца и реализация вот какой бы сделать выбор интересно мне кажется когда мы будем искать останки отца мы столько всего повидаем нас только найдем приключений да хотя и история тоже неплохой ход когда мы будем перемещаться от места к месту мы там будем собирать истории но мне кажется все таки лучше останки отца найти вот да дать дань уважения давайте выберем останки отца так глубоко там отец мой лежит найдите где он почил и доставить его домой найти где он почил доставить его домой когда вы найдете останки вашего отца вы сможете уйти с победой на пенсию исследуйте падший лондон чтобы найти первую подсказку произошло событие теперь цель стремление равно найти останки вашего отца потом на пенсию отлично мы выбрали свой путь ребят двигаемся дальше последние формальности капитан капитан недоразумение с конторой капитана порта они не знают как к вам обращаться так так вы решите как люди будут обращаться к вашему капитану пол капитана остается на ваше усмотрение но собственно да мы сами выбираем естественно у нас будет мужик а вот как обращаться милорд гражданин сэр ну раз мы в лондоне к нам можно обращаться сэр а раз мы капитан то капитан звучит отлично как на берегу так и в море раз мы капитаны ребята давайте будем капитаном сэр все-таки такой сухопутный вот а мы же капитаны большого плавания ребят давайте пусть обращаются как говорят капитан так все к нам обращаются капитан значит капитан и последний совет исследуйте не упускайте шансы этот капитан может умереть море очень голодно но каждый предыдущий капитан научит а чему-то следующего ребят вот это да вот эта цепочка то есть если мы даже умрем не знаю на этом стриме или в следующем да но та информация которую мы добудем мы ее каким-то образом передадим следующему да может по запискам может по еще каким-то путям произошло событие теперь так адресат капитан да поехали теперь нам предстоит выбрать имя и иконку давайте попробуем на русском написать я не знаю получится нет по-русски то есть написать так рамон да получается перес рамон перес капитан рамон перес звучит по моему неплохо карик привет спасибо за стрим спасибо спасибо благодарю спасибо за поддержку спасибо тем кто на стриме остается может мимо проходил из постоянных подписчиков спасибо ребят в таких играх важно поддержка реально потому что эта игра мне нравится я хочу чтобы она понравилась вам и стараюсь передать эту атмосферу игры и поэтому тут нужно реально нужно погрузиться в сюжет нельзя просто так посмотрите меняющиеся картинки и смотреть на меня да как я на вебке там жестикулирует попивая чаек а вот здесь нужно вдумываться в сюжет давайте выберем иконку нашего капитана как мы будем выглядеть вот это самая простая да сразу видно капитан но тут какой-то старичок да у нас такой с трубкой здесь он тоже какой-то пропоится вот если кто-то был с чашкой вот такой да а я бы выбрал иконку такую здесь нету к сожалению но это сэр какой-то вот мне всегда нравилась вот эта иконка не знаю мне кажется вот эту и выберу давайте посмотрим другие но тут мужичок тут какой-то странник да хотя на поэтому больше похож здесь вообще факир какой-то лысый так это просто аквалангист до кладоискатель этот ценитель какой-то на пальцы дует так вот этот маски призрак оперы так этот вор какой-то походу до мумия ну и просто бродяга вот это больше подходит под историю скитальца до такого которого выгнали как раз дитя улиц это мумия неизвестный вот не знаю вот либо эту иконку я выберу либо вот эту вот вот это больше на поэту похож да что скажете ребят похож этот больше на поэта или нет мы же выбрали историю поэта да наша биография связана с тем что нам отец оставил неплохой наследство неплохой да и мы купили собственно корабль вот мне кажется поэту всегда вот так выглядит давайте выберем этот значок останки вашего отца холодный след ваш отец пропал в море очень давно путь был холоден но теперь у вас есть зацепка и так наша первая зацепка ребят внимательно нужно запомнить и собственно крупица за крупица и собирать и в итоге мы найдем а собственно останки отца итак мистер джон хаффман хаффом хаффом редактор лондонской газеты он несколько раз печатал ваши стихотворения неделю назад он упомянул а что ваш слог схож со слогом вашего отца то есть я наш отец тоже был поэтом ребят вот она первая зацепка спасибо редактору который редактировал но и вообще постил да можно сказать опубликовал наши стихи кстати рамон перес тоже в свое время писал стихи и у меня есть немного умение да в написании стиха так поэтому судьба неплохая отлично окей кофе в у каллигулы кофе у каллигулы до хаффом вводит пальцами вокруг своей дымящейся чашки защищаясь от сырого утреннего холода о да я знаю его такой талантливый человек был ваш отец но он направил за свой талант на любовную поэзию описал под псевдонимом если вы меня понимаете и как вы можете знать любовная поэзия привлекает внимание определенной власти он смотрит в окно вы следите за его взглядом туда где а шпили эхо базар поднимаются над лондоном хаффом наклоняется вперед магистры базара базара говорит он тихо проявляли интерес к вашему отцу хотя я и любил его и хотя я люблю вас мне нужно что-то за это риск принесите мне новости новости из подземноморья так отлично он что-то хочет за информацию о нашем отце да давайте почитаем принесите хафф ему морскую историю сказку об ужасе и памяти о дальних берегах и он расскажет вам больше их можно найти во многих местах по всему подземноморью или приобрести далеко отсюда в иреме так отлично нужно принести ему историю и он нам даст больше хаффом этот информации и так вот как я и говорил ребята в начале мы не выбрали какого-то собирателя историй потому что у меня была чуйка да если мы выберем поэта да и поиски отца то истории сами будут стекаться к нам в руки вот видите так что не зря не зря мы пошли по этому пути отлично падший лондон глубокий темный и полный чудес все путешествия начинаются здесь а самые удачные здесь и заканчиваются то есть мы как начали здесь мы здесь сможем и закончить так лондон величайший город в подземноморье останки вашего отца следующий шаг у вас есть что нужно вашему собеседнику пока нету и ваше жилище здесь вы можете встретиться со своими гостями отдохнуть или покончить с буйной морской жизнью ну-ка так отлично это наш дом давайте посмотрим каждую иконку лондон лондон задача выполнена но есть риск а выполнимая но есть риск в общем тут еще оценка идет задач которые есть в лондоне которые можно взять в лондоне то есть понятно здесь мы ходим по городу вот заходим в разные места и можем получать задания здесь так что у нас здесь у нас главная цель да и вот какие-то плюсы да доступно если есть воспоминания ваши прошлые поэта у вас это и есть окей так доступно если есть одна морская история так доступно если есть одна память о дальних берегах в общем это какие-то такие бонусы да и советы капитана то есть здесь можно почитать ну в принципе об этом мы не будем читать тут истории о сражениях о поиске места для исследования кстати нормально тут смотрите о машинах о милосердии об исследованиях в общем о конце и о начале ну ладно мы к этому вернемся думаю к этой книжке когда когда появится много вопросов да давайте походим по лондону так это величайший город под земном море не забывайте об этом окей посетить управление исследований адмиралтейства они платят за информацию добытую капитанами узнайте сколько и за что так мы можем попутное задание взять посетить университет с университета неисчерпаемый аппетит к секретам морским предметам и прочим знаниям узнайте секрет чтобы заслужить вход сюда хорошо находите секреты обнаруживая интересные места в других портах понятно так это по секретам но пока мы это не можем взять купить на причалах вулфстака а кутить кутить ну понятно это пока нам не нужно так пополнить команду мы можем пополнить команду задача выполнимая но есть риск да доступно если есть команда не более 9 у вас есть 8 понятно тут 9 должно быть тогда мы сможем пополнить в общем здесь нам ничего не нужно да давайте посмотрим вот посетим управу да управление это исследовательское адмиралтейство окей так они платят за информацию добытую капитанами знаете сколько и за что так а почему дальше поехали вот они вот они задания от управления да итак спросить что конкретно им нужно ну если мы можем рассчитывать на ваше благоразумие так попросите разрешение на беседу с высшим чиновником у вас назначена встреча так покинуть давайте спросим что конкретно им нужно доступно доступно если есть услуги и еще что то да доступно если есть цель окей привет привет влад рад видеть на стриме добро пожаловать присоединяйся бери чаек и собственно вникай да в суть до дела если что то упустил ты можешь перемотать стрим но думаю ты в принципе такую интересную часть пропустил на самом деле но впереди тоже много интересного давайте спросим что конкретно им нужно окей этот порт свяжитесь с нашим агентом на месте и возвращайтесь мы проследим чтобы вас отблагодарили посетите указанный порт и возвращайтесь в лондон узнать детали можно в журнале в любое время вот в этом наверное судовом да в журнале так получить стратегическую информацию на грибной станции компании железо и страдания где-то недалеко от родных вот нам дали задание ребят там мы должны связаться с агентом вот и в принципе нам нужно отправляться в компанию железо и страдания тут атмосферные интересные такие названия и просто вообще окружение так что не удивляйтесь названию железо и страдания далее попросить разрешение на беседу с высшим чиновником ну это давайте потом будем делать все по порядку а то мы вообще запутаемся давайте закроем так хорошо в лондоне мы погуляли давайте в жилище посмотрим что у нас тут здесь вы можете встретиться с вами гостями в общем отдохнуть или покончить с буйной морской жизнью окей почитать утреннюю газету ведомости без купюр лондонский журнал злобный трубач новости посетить вашу мастерскую пока нельзя но остальное нам недоступно давайте почитаем газету ребятки окей местные новости эхо базаар этот загадочный рынок увеличил налоги на любовные истории императрица предательница запретила петь на улице возле ее дворца анархисты из календарного совета неожиданно взорвали питьевой фонтан министерство общественной морали определила местонахождение и уничтожила гнездо желчных ос теперь у вас есть один последний одно последнее последние новости да добро прочитали газету интересно возвращаясь в порт каждый раз мы будем получать эти газеты будем узнавать что-то новое ребята это хорошо так ну это вот у нас тоже можно перемещаться книжку пока не буду открывать пока не надо давайте посмотрим на судно наше диковинки смотрите последние новости у нас советы капитану знак непокоренного я хозяин своей судьбы я капитан моей души вы находитесь в непрощенном режиме без возможности сохранения в любой момент вы потеряете этот знак если переключитесь милосердный режим ну вы знаете моя любовь ко всему сложному ребят давайте оставим этот значок да сохраняться не везде можно будет вот однако эхо это валюта базаара и таким образом валюта лондона у нас 70 эхо у нас вот она в принципе вот наш корабль наша палуба на палубе стоит это орудие да дек орудие плюс 8 урона тварям плюс 8 урон команде 1 время прогрева окей то есть мы знаем да время прогрева от чего зависит от железа по идее да от железа же нет нет железа сейчас а вот от отражения от отражения зависит время прогрева нашей пушки но об этом вы сейчас узнаете и увидите груз наш припасы еда кстати тут нужно как ни странно топливо а если закончится топливо ребят мы просто встанем в океане и погибнем поэтому нужно следить как за едой видите голод вот здесь у нас так а здесь у нас ужас ноль вы далеко от света и надежды ужас стремительно растет хорошо то есть у нас ужас влияет на команду с нами только лукавый штурман посмотрим что из этого выйдет журнал воспоминания в общем здесь все остатки вашего отца цели вот нам нужно найти эту фирму эту компанию да магазин вот наши офицеры каждый офицер дает плюс магазин вот смотрите есть дома дальновидение в общем тут можно фонари покупать на палубу видите ценники какие 4500 100 кузница морская так провизия вот можно покушать купить походу да так а что мы можем продать видите припасы свои можем продать так морской магазин кэрол обмен вулфстака тут обменом можно заниматься вот компания железо и страдания вот они кстати мощные двигатели быстрее но тратит больше угля возможно для крупных кораблей так старый паровой двигатель могу продать у меня такой же то есть нам нужно под накопить верфь вот верфь кстати мы можем купить получше корабль видите там самый дорогой это 30000 эхо ваш корабль за счет минус 1000 эхо да всего нужно 29000 если мы хотим вот этот дредноут пипец вот это корабли ребят все мы узнали все что нам нужно ребятки поплывем да поплывем найдем железо и страдания где то рядом должно быть должна быть компания все на е нужно нажать чтобы отправиться тут журнал путеводитель карта вот она карта да да то есть карта на самом деле здоровенные вы поняли да вот такая карта здоровенная и тут столько всего ух я даже боюсь представить главное меню в общем тут мы можем сохраняться наверное да сохранить а только в милосердном режиме я понял остальных нельзя интересно где сохраняться автоматически что ли ладно поплыли все ребят нас там ждет так вот периодически здесь всплывает информация то что мы открываем это подземный город какой-то да что ли затонувший так давайте попробуем причалить есть тут место да да есть место вот она для причала охотничий обитель нижний барнет так причалить отлично охотничий обитель тихий островок с большим старым домом так что у нас на судне на судне в принципе так разное ужас насторожен один вот здесь ужас будет расти ребят видите ужас один уже от моря тут самый маленький окей офицеры магазин верфь вот а если мы заходим в офицеров здесь могут быть доступны офицеры в разных гаванях вот поэтому периодически нужно просматривать так история охотничий обитель давайте посмотрим каменистый горб погрязший в тумане впрочем как и другие острова в подземноморье но здесь есть большой дом в окнах которого горит свет газоны сочно-зеленые выделяется в светлые в свет в свете ложных звезд змеятся узкие дорожки вы стоите у причала а море ласкает бока корабля теперь бриз отдает приятным запахом лаванды так ну вроде бы ничего опасного давайте почитаем что у нас тут есть представиться хозяевам они все равно услышали шум корабля к чему прятаться ну да в принципе пройти в сад возьмите с собой пару моряков на всякий случай но сады безмолвны как лунный свет разведать остров плещущиеся в воде скалы зеленые сады все спрятано в глубине острова что-нибудь еще ну что ж давайте с хозяевами познакомимся ребят потому что они нас услышали но это как-то не культурно будет просто пойти в сад или ходить и разведывать остров давайте познакомимся тук-тук входите а служанка с глазами цвета мутного топаза приглашает вас в гости а в гостиную где вас уже ожидает три девушки гость вскрикивает самая младшая из них а средняя хихикает старшая вздыхает простите наше неблаговоспитанное поведение гости к нам редко захаживают но мы очень рады видеть вас я синтия самая шумная фиби а самая веселая люси вы как раз успели к обеду не оставите нам не составите нам компанию блин ребят слушайте мне это нравится так конечно составлю компанию давайте-ка пообедать с сестрами так синтия пообедать с сестрами люси пообедать с сестрами фиби ну слушайте тут мы можем выбрать даже одну из трех сестер так с кем же пообедаем давайте самая старшая из всех меланхоличная задумчивая иногда впечатлительная окей а средняя сестра солнечная беззаботная любит хикать а у фиби мягкий голос она бдительна но непредсказуемо да непредсказуемо ну конечно многие наверное выбирали бы веселую люси кто-то бы выбрал синтию может быть я все же выберу фиби да у нее мягкий голос мне нравится когда у девушки мягкий голос и общаться приятнее давайте поговорим с неспредсказуемой фиби окей итак вот история отлично мы еще походу получаем историю да фиби рассказывает историю о двух влюбленных которые расстались из-за морской морского путешествия о вороне о вороне да который приносил сообщение о кусочке луны она стучит пальцами по столу во время рассказа как будто задает ритм песни эффект гипнотизирует ваше внимание рассеянно вы переводите взгляд от слухового окна в столовой наложенные звезды сверкающие на своде вам медленно несет по а вас медленно несет по воздуху как грибные споры подземноморье переливается внизу острова лежат как образцы минералов на черном бархате корабли покачиваются как щепки между островами огромные огромные крутящиеся предметы пульсируют в глубине запах как перед бурей доктор эта игра называется Sunless Sea игра в которой нужно думать игра с богатой историей с непредсказуемыми поворотами сюжета поэтому я сейчас читаю чтобы вам и собственно тебе было понятно потому что если не слушать меня и не слушать мой рассказ ничего не будет понятно реально если просто смотреть на картинки меняющиеся вы не проникнетесь зрители этой игрой ее нужно ощущать познавать это игра путешествий о путешествии в утопическом городе лондоне который попал в подземелье и буквальный перевод Sunless Sea это море без солнца да вот поэтому сейчас в общем сюжет поворачивается так что мы являемся поэтом да это то есть можно выбрать свое прошлое я выбрал прошлое поэта это нам дает определенные бонусы ты сможешь в любом случае посмотреть начало стрима чтобы я все не пересказывал а сейчас если коротко мы приплыли на охотничий остров нас встретили хозяева это три сестры вот видимо богатые раз у них есть служанка и она нас встретила вот и я между трех сестер выбирал с кем сесть пообедать потому что нас пригласили вот у меня команда сверху отображается у меня слева показывают характеристики корабля моего вот и я присел с одной из сестер покушать и она мне рассказывает историю вот я ее и читаю пришла буря говорит спокойно фиби все изменилось где-то тут вы восстановили ход событий хмуря горничная хмурая горничная неохота подает сыр и сухое печенье и так вы потеряли один ужас теперь у вас ноль спокойные то есть мы теперь спокойно наша команда спокойно и это хорошо на самом деле вы потеряли 4 голод теперь у вас ноль тут мы покушали бесплатно произошло событие теперь боги моря внимание шторма и древний гнев знает о вас ага тут все окутано мистикой поэтому периодически будут встречаться такие моменты это древний какой-то собственно да древний гнев знает о нас интересно фрагмент не изменился также 200 тут периодически мы собираем фрагменты какие-то вот изучайте морских тварей места вот фрагменты не изменились значит ничего нового мы не узнали ну кроме истории теперь у вас есть одна память о дальних берегах отлично пока это все вы получили одни припасы теперь у вас пять вы знакомы с сестрами охотничьей обители спасибо вот мы с одной сестрой новость так пообщались гостиная пустует где же сестры можно узнать куда же разошлись сестры на самом деле и отправиться изучать наверное этот остров давайте попробуем так гостиная гостей не принимаете гостиная пустует где же сестры служанка дает понять с помощью нескольких негостеприимных рычаний что фиби люси и синтии все втроем всем не здоровится в общем после обеда сразу им стало не по себе обеда сегодня не будет по-видимому а смотрите ребятки что я сейчас понимаю заплывая на этот остров например мы можем поесть но в определенный период и пообщаться соответственно с сестрами получая какие-то бонусы вот а сейчас нам дают понять что сестры разошлись обеда не будет хорошо что еще можем тут сделать разведать остров плещущиеся в воде скалы зеленые сады все спрятано в глубине острова что-нибудь еще давайте изучим остров раз сестры пошли на покой мы походим по острову итак корабли останавливаются здесь редко ничего не меняется даже погода дом сердце острова как и его сестры но адмиралтейство наверное будет рада узнать что ничего не изменилось теперь у вас есть одно один портовый отчет охотничьи обители помним да в адмиралтействе мы получили задание вот вот оно задание сейчас да вот оно железо и страдания в адмиралтейство есть задание для вас посетите названный порт для проведения стратегической разведки то есть нам нужно найти этот порт это одно из заданий основное задание найти останки отца это прямо на всю игру единственное задание найти останки отца чтобы узнать информацию да и по крупицам собирать какие-то какую-то информацию и знания нам необходимо связываться с людьми первый человек который нам дал зацепку по поиску отца это редактор местной газеты лондона вот и он говорит если хочешь узнать больше принеси мне какую-нибудь историю история вроде бы у нас есть уже сейчас посмотрим где-то у меня это отображается вот она история морская история он нас попросил найти морскую историю мы нашли вот память о дальних берегах отлично так все мы обошли обитель в общем гостиная пустует нам здесь больше делать нечего ребятки выплываем ваше здоровье спасибо что вы на стриме поплыли дальше так так нижний барнет какой-то я вот плаваю пока около я плаваю около лондона чтобы не заблудиться да и не оставить где-нибудь корабль на миле поэтому нужно аккуратно вот я еще какой-то здоровенный остров видимо нашел это по-моему не лондон сейчас проверим может это и есть именно та компания железо и страдания хотя нет это походу лондон да 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 это лондон причала вулфстака давайте вернемся сейчас к этому редактору у нас вроде бы есть выполненное задание по его просьбе и он нам даст еще одну зацепку в поисках нашего отца давайте сюда заплывем а дальше мы поплывем вниз тогда сверху мы чуть и сведали да ого прожектор на носу искрится и шипит слушайте прожектор тоже испортится походу может да денег у нас немного к сожалению отлично так некоторые вещи слишком незаконны чтобы таможня признавала их существование министерство ищет их нечего скрывать вы нажимаете пожимаете плечами и приглашаете их осмотреть ваш корабль так тщательно как они хотели бы интересно мягкое одобрение вы бы никогда не подумали чтобы препятствовать их долгу но безусловно есть и другие более опасные корабли в подземноморье да если есть 500 эхо мы могли бы откупиться ребят но тут не получится поэтому придется показать все окей так они оставляют следы на только что отмытой палубе и с большим удовольствием запутывают такелаж они не нашли ничего опаснее плесени на галетах то есть смотрите ребят нужно быть аккуратнее возвращаясь в порт в лондон вы можете поплатиться за грузы которые нашли или привезли откуда-то из другого места хорошо возвращение в лондон огни лондона приветствуют вас это событие происходит только тогда когда вы прибыли в море пробыли в море некоторое время капитан порта так проверить почту у капитана порта весь этот шум и песни на причале греет душу может для вас есть сообщение и вздох облегчение но он для нас скрыт вам надо 51 ужас у вас есть один обалдеть я представляю сколько ужаса можно набрать путешествуя так окей давайте узнаем у него есть ли информация проверяем почту и так весь этот шум в общем понятно что там посмотрим пока это все теперь у вас есть одно еще один день а свободный вечер окей а что-то изменилось подземье кто-то хочет наняться на работу так ну это нужно зайти в офицеры и там походу мы кого-то найдем торговец авантюрист мальчонка дергает за рукав мне нужен надежный агент как минимум находчивый вот мои требования окей посмотрите сами подбегают и узнают у нас да какую-то информацию либо предлагают нам что-то сделать и так у него очень специфические потребности но он будет платить намного лучше чем на рынке и он не будет спрашивать где вы взяли эти вещи у торговца авантюриста есть просьба поговорите с ним дальше или проверьте журнал произошло событие теперь цель авантюра авантюра торговца авантюриста одна мечта и план окей дальше что же он хочет видите мы не можем взять задание понятно но раз не можем взять задание пока отложим давайте дальше пойдем маленький подарок добрейшего вечера капитан мне нравится как тут все вообще прорисовано ребят не знаю как вам интересно это все узнавать познавать открытие маленький подарок добрейшего вечера капитан мой так называемый наставник интересуется морскими капитанами и был бы рад предложить вам так называемую милость раз уж ему так нравятся морские капитаны позади слепого громилы стоит телега доверху наполненная топливом и припасами можно принять милость ребят можно копнуть глубже и можно отказаться проверьте есть ли у вас 15 свободных мест в трюме или вернитесь потом будет невежливо оставлять такую красоту на пристани 15 да место нужно так проверьте если у вас свободных в трюме ну ка трюм 15 ну как есть наверное сколько а да есть смотрите у меня 12 груза 15 прибавится то есть считайте это 27 то есть хватает так ну ка вернемся к нашему где он куда пропал я только хотел а вот он собственно копнуть глубже кто этот покровитель в чем подвох и отказаться слишком хорошо чтобы быть правдой давайте узнаем побольше хотя одаренному коню в зубы не смотрят знаете такую поговорку да поэтому давайте примем и понесем ответственность если что то будет не так окей итак мой покровитель надеется что этот маленький подарок вам чем то поможет и возможно однажды вы приплывете по его просьбе к голове медузы когда этот день настанет мы будем очень рады видеть вас в своих рядах и обеспечим полную безопасность удачного вам вечера он машет рукой и уходит вы приняли предложение теперь у вас есть одна угроза подозрения угроза подозрения ах вы мошенник показатель увеличивается если вы ведете преступную деятельность или имеете контакт с подозрительными людьми чем выше подозрения тем сильнее таможня будет искать обыскивать ваш корабль да а искать слушайте ребят мы взяли подарок но это понятно что мутная личность какая-то черт убери однако это повод отправиться в один момент в увлекательное путешествие да к главе медузы итак вы получили 10 топлива теперь у вас есть 17 вы получили 5 припасы теперь у вас есть 10 хм окей дальше что у нас так это понятно дальше остатки вашего отца что у нас не хватает доступно если есть одна сказка об ужасе то есть нам нужно где-то сказку об ужасе еще найти мистер хэфом ему нужны новости чтобы покрыть его расходы и риски честно говоря его цена невысокая если в этом действительно участвуют магистры базара но хаффема щедрая душа вам нужно как минимум платить за кофе я понял нам нужно смотрите у нас все есть вот и нужно еще сказку об ужасе раздобыть где-то так давайте почитаем газету отлично вы потеряли один ужас теперь у вас ноль спокойный а фрагмент не изменился так теперь у вас есть одни последние новости то есть с помощью новостей как мы помним мы можем успокаивать команду эхо базара этот загадочный рынок увеличил налоги на любовные истории императрицы ну в общем тут старая история мы ее уже читали лондон что у нас в лондоне смотрите открылось так кутить нет кутить не будем пополнить команду можем пополнить команду ребят давайте пройдем посмотрим все таки вместе веселее давайте пройдем вы получили одна команда теперь у вас 9 9 уже вы потеряли 15 тех а теперь у вас 35 а сердца 26 мало для решения этой задачи попробуйте еще раз может тогда повезет ну я понял мало сердится у нас собственно чтобы пополнить команду вот ну ладно давайте отправимся дальше на изучение в принципе здесь мы все поняли поплыли ребятки давайте вниз теперь поплывем будем проплыть нет плывем смотрите-ка опасность ребята вот вот ну-ка пам промазали ребята промазали черт побери нужно аккуратней аккуратней в общем и попадать желательно но почему-то промазали эх мажем мажем ребят наша первая стычка и мы так мажем да криво как-то все криво отплываем отплываем на один раз попали еще раз попасть надо ребят эх мимо я не знаю почему косит но давайте это от страха может опять эх по носу нам дают по носу гадство есть наша первая победа ребята первая победа так мегалопс мегалопс побежден с несчастными и причитающими криками мегалопс переворачивается на спину ноги аккуратно сложены а голубоватые капельки крови сочатся из его ран его золотое свечение начинает тускнеть порезать на продукты на изучение препарировать наверняка выполним задача давайте препарируем продуктов у нас достаточно вон 9 так что давайте препарировать полон головоломок вы устанавливаете для работы ножи и кислоту этот посредственный молодой образец мегалопс один из глубоководных морских крабов но его глаза как правило рудиментарные я даже не знаю что это такое у этих дополнительных тварей рудиментарные большие довольно красивые золотое сияние почти сейчас пропало хотя искры прыгают то и дело да под ножом вы получили один фрагмент теперь у вас 101 фрагмент то есть мы что-то узнали прибавились фрагменты ваши страницы успешно решили задачу чем выше значение характеристики тем выше шанс на успех окей класс ребят ну что мы чуть-чуть пострадали да наверное повреждение есть у лодки ну давайте дальше смотрите остров какой-то бараний остров ну что плывем вон внизу еще какая-то хижина гавань квакера помним да нам нужно какая так нет врага все убрали а когда нет врагов убираем этот пролив мюрре давайте вот к этой гавани причалим посмотрим что нас там ждет оп аккуратненько матросы молятся так покормил команду матросы молятся нормально ребят матросы молятся так а где причалить то а вот причалили бараний остров огни у холма когда-то это простая рыбацкая деревня была частью пригородов лондона до того как лондон пал и воды обрушились советы капитану ну совет капитану пока не читаем итак что мы тут имеем выпить в петухе и сороке то есть пойти в кабак исследовать берег прогуляться немного вдоль берега от причала подобрать несчастную киску это кстати талисманом нашим будет можно взять киску вот видите у нас талисман вот здесь хорек сердца плюс один то есть киска дает другой плюс так поболтать с рыбаками посетить холм над городом выполнимая задача ну что с чего начнем в кабак ну в кабак я пока не хочу хотя там истории могут рассказать в кабаке мне кажется исследовать берег вот давайте что-то делать что бесплатно если есть что-то вас ждет истории ждут когда вы прибудете в порт окей давайте пройдемся по острову прогуляться немного вдоль берега от причала хорошо опа это кто сверкающие глаза вы оборачиваетесь и видите длинноногого тощего мужчину с коричневой кожей послушайте говорит он у меня есть история для вас что-то в этом седобородом человеке привлекает ваше внимание так уйти не оглядываясь если будете долго смотреть в его глаза вы пропали резко изменить ситуацию нет это у меня есть история для вас нормально но у меня нету сказки об ужасе к сожалению но что-то мое внимание да привлекло ну давайте пока общаться пока ничего плохого мне не делал никто давайте общаться привет привет винс добро пожаловать на стрим всех приветствую ребятки сегодня необычный стрим кому-то понравится кому-то нет свои пожелания и отзывы можете оставлять в контакте группу в группе в контакте да я создал специальную тему на кухне сообщества где вы можете оставить отзыв и проголосовать итак странная история в его истории рассказывается о свадьбе во время которой происходит множество убийств о лесе без листьев об огромной змее пожирающей души история кружится несомая ветром кружится как змея пока вас не засасывает в водоворот зловещих кораблей и блистающих великолепием трупов вы просыпаетесь встряхнув головой он исчезает но нет кажется сперва он стащил из ваших карманов немного мелочи вы получили пять ужасов теперь у вас двенадцать обалдеть вы потеряли два эхо теперь у вас тридцать три пока это все теперь у вас есть одна сказка об ужасе ес ребята сказка об ужасе есть отлично хоть мы и потеряли два эхо и у нас вырос ужас у нас есть сказка об ужасе теперь мы можем реально приплыть приплыть в лондона и рассказать ух блин аж перехватило дыхание рассказать в принципе редактору да вот эту историю и он нам даст ниточку по поискам нашего отца а именно это цель нашей игры найти останки отца круто вот это да так ну что можно конечно сходить выпить в петухе и сороке но нет так мур-мур-мур желтоглазое шелудивое пегое животное вьется вокруг лодыжек как цепные наручники вы никогда не видели чтобы кошка открывала так широко рот по-видимому она голодна это талисман одна из разновидностей офицеров на корабле окей что это за запах кошка спрыгивает из ваших рук и исчезает в темноте корабля час спустя пять жестоко казненных крыс выложены на палубу назначить новый талисман перетащите его в общем слушайте припасы нашла нам мы теперь будем еще и крысами питаться обалдеть а вы потеряли три припаса теперь у вас пять жесть так судно вот смотрите у нас тут значки появляются это все что все то что мы добываем так журнал обалдеть двенадцать ужасов страх от широкого мрачного моря и вещей за его пределами можно уменьшать его общаясь с командой так вот он талисман ребят дает нам два железа вот уничтожает увеличивает урон ваших атак давайте прибавим потому что одно сердце но это конечно хорошо но я лучше поменяю на кота хоть и говорят коты не приносят удачу да вроде бы на корабле ну посмотрим двадцать семь у нас урон увеличен и это хорошо вот этот плут еще у нас тут лукавый такой так магазин что тут в магазине можно купить продать топливо припасы портовые поставщики так отлично верфь ну верфи ничего нету так мы можем конечно еще что-нибудь тут поделать смотрите поболтать с рыбаками они плавают в море вокруг острова они чинят свои сети в гавани они видят все что происходит здесь но вам нужны монеты чтобы открыть их рты так доступно если есть не более иной портовый отчет гавань кнакера сколько одно эхо ну давайте одно эхо потратим послушаем рыбаков Серег я не проиграл никакой спор она мне реально нравится я не знаю может вы удивились когда увидели Sunless Sea на моем канале однако я снимал видео первое у меня есть и единственное на канале еще давно очень давно я решил к этой игре вернуться мне нравятся игры реально которые заставляют задуматься то есть не всегда же стрелялки играть там выживание хотя тут есть элементы выживания мне нравятся игры как вы поняли ролевые а тут присутствует какая-то ролевая составляющая в том что мы делая выбор делая какой-то шаг меняем меняем игру она не линейна вот так что так но ты меня рассмешил да как и доктора потому что я представляю как у вас все переворачивается с каждым днем когда вы попадаете ко мне на стрим то стрелялки то выживалки то еще что то вот я удивился твоей разноплановости а вовсе не про именно эту игру спасибо знаете вот я сегодня даже перед стримом задумался вот вы не поверите я задумался и такой ну когда был в душе я мылся и такой задумался вдруг вот я задумался кто-то делает канал да и пишет видео только по одной игре кто-то еще что-то да там например снимает разноплановые какие-то как я например да контент создает я подумал почему я должен себя ограничивать да мое творчество мой канал да да зрители могут меня поддержать либо отвергнуть но я подумал мне нравятся игры разные я не могу упереться в одну игру и снимать например только дейс или снимать только арму и вот поэтому на моем канале вы увидите не только какие-то боевые симуляторы не только там симулятор длиннобойщика да или еще что то вы увидите совершенно разноплановые игры с разными жанрами и прочим вот поэтому вот все так и есть я выпью за ваше здоровье ребят что вы меня поддерживаете а не просто говорите о ерунда какая армы нету все до свидания и надеюсь что вы постараетесь проникнуться сюжетом так поболтаем с рыбаками в общем маленькие корабли и маленькие секреты пираты рассекающие волны контрабандисты которые заняты своей работой корабли ханства заходящего чтобы попала пополнить запасы ничего впечатляющего но это этого достаточно чтобы заинтересовать адмиралтейство отлично гавань квакера ну собственно в адмиралтейство стоит зайти и в принципе рассказать эту историю да то есть это единственное так питейное заведение ну что может выпить давайте выпьем еще сколько надо потратить 20 теха правда ну запасы у нас есть так что я могу себе это позволить но тут все по другому это нравится мне спасибо спасибо за поддержку автобус я даже не знаю я не вдавался доктора там собственно лёха он начал дальше продолжать кататься в общем я пошел спать вот а он продолжал кататься ну у нас ничего не происходит не соглашусь доктор не соглашусь потому что здесь реально вот читая эти строки не знаю может ты какие-то моменты не понимаешь я не привык к таким играм на самом деле мы много чего испытали уже мы познакомились на острове с сестрами они нам рассказали сумасшедшую историю да вот то есть который мы почерпнули что-то мы встретили в гавани какую-то подозрительную личность да которая в принципе повысила опасность тем что у нас теперь на таможне будут досматривать и мы вызывать будем подозрения вот и мало ли что то найдут на нашем корабле мы сейчас встретили седого старика который ужасную историю рассказал у нас помутнение было мы выключились а когда проснулись собственно на берегу в пустоте не обнаружили там монет зато мы узнали историю страшную историю о местных морях поговорили сейчас с моряками моряки нам рассказали что бороздят морские просторы пираты контрабандисты это тоже плюс нам давайте зайдем сейчас в кабак и выпив пинту рома да расслабимся и послушаем истории может узнаем что то новое правда нужно будет потратить 20 эхо давайте это сделаем я готов рискнуть ребят местный сидр деревья в подземье чахлые и жалкие воскребают жизнь из-за парасинтеза но яблоки бараньего острова терпкие и мощные идеально подходящие для сидра сидр это наш напиток сильнее чем кажется вы растянулись в кресле смотрите через освинцованные окна на ваш безопасный пришвартованный корабль и обнаруживаете себя присвистывающим хозяин дарит вам дружескую улыбку и задает и идет точить свой топор вы потеряли один ужас теперь у вас 11 вы потеряли 20 эхо в принципе смотрите местные местные да в баре нам рассказали о острове где мы уже были у сестер бараний остров что там растут отличные яблоки для сидра поэтому я уверен мы можем сплавать на остров да а мы на бараньем острове я перепутал да тут другой остров собственно да на бараньем острове мы находимся здесь яблоки растут а я что-то подумал что у сестер растут ну ладно хорошо давайте выплывать тогда отсюда в принципе больше мы ничего тут не узнаем судно видите сколько историй всяких секрет у нас корень всего хорошего обсудите секреты с вашими офицерами чтобы улучшить свои навыки вы можете поговорить с вашими офицерами щелкнув правой кнопкой мыши а их портрет нам вот уволить поговорить давайте поговорим и так смотрите разговаривая с офицерами мы можем повышать свои навыки давайте посмотрим расскажите мне историю а я вам расскажу другую море полно историй Потратить секрет, чтобы увеличить отражение, но не более, чем до значения 50. Вот отражение наше 26, но больше 50 мы не поднимем. Что он хочет? Что он ищет в море. Давайте увеличим отражение. Вот видите, обнаружение и восприятие. Чем больше у вас отражений, тем быстрее в бою вы сможете приготовить орудие к стрельбе. Конечно нам это нужно. Отлично, потратили секрет, зато у нас повысилось отражение до 27. Море. Штурман любит говорить о море. У него развернутое мнение о его красоте, опасности, солености, глубине и содержании. И об остальном. Каждое предложение начинается со слов море. То, море, сё, море, море, море. Через некоторое время вы доходите до точки семантического насыщения. И слово море для вас не значит больше слово почта. Но вы, кажется, узнали кое-что новое. Отлично, мы повысили наш навык. Потихонечку будем улучшать отражение, железо повышать, чтобы урон был больше и прочее. Далее. Контент тоже и давать свою оценку. Ну как-то отзывы, да? Потому что комментарии, сам понимаешь, важны под видео. Так, весь этот шум и песни на причале греют душу. Может, для вас есть сообщение? Так. Свободный вечер, ещё один у нас. Слепой громила, хотел бы переговорить. Смотрите, опять на нас вышел слепой громила, ё-моё. Что-то изменилось под зимой. Кто-то хочет наняться на работу. Отлично. Да, викторианская Англия, yes. Да. Мне тоже нравится. Это вот, знаете, мне больше напоминает. Вот этот антураж, это времена Шерлока Холмса. Почему-то. Вот. Реально. Кстати, если есть игра Шерлок Холмс, я бы, блин, сыграл в неё. На самом деле. Я просто, может, упустил момент. Так, посетить тату-салон. Вы же настоящий моряк, в конце концов. Да ладно. Ну-ка. Тату-салон. Вы же настоящий моряк. В конце концов, вы можете, конечно, отправиться в одно из тех, кури и молись, место в доках. Но цены у Клаттермонта, разумной, и его дочери, настоящие мастера своего дела. На какой рисунок выбрать? Ну, какой рисунок выбрать? Смотрите, мы тут можем потратить такие истории, которые нам нужны, на самом деле, пока. Поэтому, я думаю, тату не буду пока бить. Я не знаю, что дают они. А, они навыки повышают. Смотрите, татуировки повышают навык. Окей. Нам пока это не надо. Всё, мы можем теперь к мистеру Хафому зайти и узнать что-то новое о нашем АЦ, на самом деле. Ребят, видите, мы всё собрали. Причём это не так просто было, как вы видели. Но мы это сделали, ребята. Мы можем что-то новое узнать об АЦ. Ваше жилище. Смотрите, отдохнуть в комнате над слепым штурманом. Это позволит уменьшить ужас, залечить раны и дать вам спокойную ночь. Так, ну, окей. В эту эпоху был разрад. На самом деле, в эту эпоху чего только не было. И, по-моему, в эту же эпоху, собственно, Джек Потрошитель ходил по местным улочкам. По-моему, так. Так, рано я и дам, так, спокойно. Нет, пока не будем тратить. Лондон. Так, посетить управление исследователей, исследований Адмиралтейства. Конечно, мы посетим, потому что у нас истории-то накопилось. Они платят за информацию, добытую, понятно. Охотничий обитель нам за нее заплатят, кстати. Так, гавань квакера тоже заплатить. Давайте, да, попробуем заработать на историях, ребят. Охотничий обитель, вот где мы были. А вот там, где сестры. Окей. Ну-ка, сколько нам дали монет? Или не дали? Надеюсь, сестры в порядке. Они граждане. Ее незыблемого величества, теоретически. Итак, Адмиралтейский флот, как и его разведывательные сети, давно в прошлом управление платит морским капитанам гроши за информацию. Так, посетите и исследуйте острова, чтобы собирать информацию. Понятно, что нам дали. Так, вы получили топливо одно, отлично. Теперь у вас есть услуги поддержка Адмиралтейства. Теперь у вас этого нет. Что мы потратили? Охотничий обитель. Вы получили 5 эхо. Ну, неплохо, на самом деле. Давайте еще и вот это продадим, да? Пробовали настоящие мягкие шарики. И еще 5 эхо, ребят. Смотрите-ка. У нас теперь два поддержки Адмиралтейства. Отлично. Ну, то есть, мы так связь держим. Владимир, привет. Я понял тебя, доктор. Привет, привет, Владимир. Присоединяйся к такому ламповому стриму. А вот, неспешному, вдумчивому. Надеюсь, он таким и является. Так, авантюрист. Ну, пока мы не можем выполнять задание авантюриста, нам не хватает 7 одобрения любовной литературы. Так, закрываем. Опять вышел плен. Добрый вечер, капитан. Что за чудесный вечер, если вы не против этого? А как я посмотрю, вы любезный человек. Так что, я думаю, вы не против. А так как вы человек любезный, возможно, вы не будете против маленького путешествия через горло Палмерстан с кое-каким грузом. Может, вам случайно будет по пути? Весельчак, конечно, покроет все ваши расходы. На это пустяковое дело. У вас должен быть свободен хотя бы один слот в трюме. Так, принять поручение. Помним, да, если мы связываемся с дурными личностями, у нас падает авторитет у таможенников, и они могут с опасением к нам относиться. Нам просто им всегда пропускают, потому что думал про другое. Да, ламповый стрим – это именно такой, который передает атмосферу. Вот поэтому ламповый. То есть, лампа – это олицетворение тепла, какого-то уюта, да? Итак, нам нужно сделать выбор, ребятки. Нужно сделать выбор. Столько дел, гора полностью далеко, и там полно дьяволов. Давайте пока откажемся. Да, давайте скажем, что там много дьяволов и прочее. Должен сказать, вы меня очень расстроили. Слепой громила покачал пальцем со шрамами. Конечно, я вас понимаю. Подземноморье – ужасно опасное место, а это каждый моряк знает. И вам нужно опасаться непредвиденных последствий. Он задумчиво кивнет. Непредвиденных последствий, повторяет он. Что же, всего вам хорошего. Обалдеть, мы отказались от предложения. Все, вероятное вполне в порядке. Ага. Да, опасно, потому что этот громила может в следующий раз вернуться и при нашем отказе просто убить нас. Так что, фух, неохота с ним больше встречаться. Давайте-ка свяжемся с... Так, где у нас тут? Давайте посмотрим. Где же, где же, где же? Нам надо с редактором связаться. Так, где у нас редактор? Вот остатки нашего отца. Вот мистер Хаффин должен дать нам больше информации. Давайте свяжемся и обменяем все, что у нас есть, на информацию об отце. Еще чашечку кофе у Каллигулы. В этот раз Хаффин ждет в темном уголке у кухни, наполовину зарывшийся в груди рукописей. Ваш отец, шепчет он, был предан почтовой службе. Да-да, это унизительно, хотя работники почты и считают нечестным и дотошным. Посылка должна была прибыть обратно в Базаар. Но что-то пошло не так. Он наклоняется вперед. Посылка находится в Нунции. Да, что такое Нунция? Нунций. Остров, куда отправляются почтальоны, оповедавшие слишком многое. Это остров не просто мертвых писем, но и благополучно похороненных Нунций. Ага, что такое Нунций, осталось узнать. Помощник магиста адресовал посылку, добавляет Хафэм, мистеру Валиминасу, но не по тому адресу. Он начинает собирать рукописи, чтобы уйти. Удачи! И один небольшой совет. Проявляйте почтение силам глубокого моря. Это может пригодиться в любой момент. Чтобы продолжить, отыщите Нунций. Он расположен в центральной или восточной части подземноморья. Вы потеряли, в общем, вот это все, и мы получили с вами новую информацию об отце. То есть, где-то есть остров Нунций в центре, или где там на юге, да? А, в восточной части подземноморья. Либо в центре, либо в восточной части. Вот, так что там стоит поискать информацию. Давайте попробуем карту открыть. Вот, смотрим карты. Это вот это все, это здоровенная карта. То есть, вот здесь где-то центр, а вот здесь восток. То есть, вот так как-то нам надо плыть. И, видимо, вот здесь мы встретим этот остров Нунций. А вот то, что где мы... Так, еще одну можно жертву принести, чтобы у нас побольше топлива было. Кровь. Это две крови уже будет. Давайте две крови. Не буду пока жертвовать своим экипажем. Я лучше своей кровью пожертвую. Окей, теперь у вас... Так, так, диковинный артефакт. Теперь у вас ноль. Я понял. Эх, тьма похожа на сон. Ваше сердце вас подвело. Это конец. Всем путешествуем. Три раны убьют вас. Во тьму. По вам будут скорбеть. Во тьму. Ребята. Это, походу, третья рана, что ли, была. На этом все закончилось. Но выберите наследие, чтобы сохранить хоть что-то для вашего следующего капитана. Вы квартируете в комнатах у слепого штурмана. Ваш первый капитан погиб. Не волнуйтесь. Такие вещи случаются. Исследуйте море смело. С вашим следующим капитаном. Ребят. Да, вот на этом и закончилась история нашего первого капитана. Нужно было быть осмотрительной. Но ничего. Это огромный опыт на самом деле. Давайте посмотрим, что достанется следующему капитану. Что достанется, да, следующему капитану. Давайте посмотрим. Смотрите. Соперник сохранил 50% железа и одно орудие. Гарантия искупления. Капитан Рамон Перес, вы запомнились как? 50% железа и одно орудие. Так, погиб 10 декабря 1887 года. На этом все закончилось. Но... Ну, что... Принять наследие, да? Сердца, страницы, отражение железа. Да, вот так нелепо, ребята. Вот так нелепо и печально закончился, да, четырехчасовой стрим. Принять наследие.